МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полотны, яким некальки сотен годов, выставляют у Могилевске музеи Белымиска-Габируль. До самых актуальных тем у Беларуси на ранецу 23-го липеня зуликам рапсу намолотили амаль 3,5 млн тонн сбожжа. Об этом поведомляет Белта. У агульную скарбонку Могилевская в область намолотила 322 тысячи тонн. Протягивается в Беларуси уборка таких культур, как яровые ячмени, азимая жита, пшеница, тратикалия, зернебобовые, овес. Параллельно с сожневом идея терабления льну. Вытераблена амаль 55% площадь, которые подлегают уборцы. Разом с уборкой урожаю протягиваются работы по нарыхтолуце травяных кормов. Усяго по Беларуси нарыхтовано больше за 3 млн 310 тонн кормовых одинок, что наближается до 40% до плану. Поставлена задача перед аграриями максимально нарыхтовать и унести органичные угноения у летний осенний период. Городжане, разумеющие важность и актуальность уборочной кампании, допомогают аграриям. На поле накировали технику и людей. Могилевские, Бобруйские и некоторые районные предприемства. На сегодняшний день к нам уже поступили 6 единиц техники из города Бобруйска. Это погрузчик, 2 трактора и 3 маза на отвозку зерна. Также у нас приступили уже к работе мехотряд по вывозке органики. Это 3 единицы, которые были сформированы на базе нашего автопарка. 3 20-тонника маза. Они уже тоже работают на наших предприятиях. Славный прекрасный город Бобруйска. Предприятие «Мебельная фабрика». Первое впечатление коллектив прекрасный, нормальный. Жилье тоже обеспечивает. Зависит нас, показали, как жилье, все устраивает. Также и техника, все здесь. Были в столовой, на питании. Девочки прекрасные, а питание великолепное. Как бы так вот. Завершается будовництво сметти перебросовщего завода Кали-Авёски-Вишнёвка Бобруйского района. Ближайшим часом наладка обсталевания и не узабавя запуск. Завод будет перебросовывать 100 тысяч тонн коммунальных отходов за год. Истотно снизить тиск на экологию. И станет значной подеей у реализации программы «Один район, один проект». Завершение будовництва Великого завода по перебросовщему сметти у Бобруйскім районе – это добрая новина для усяго региона. Сюда будет свазиться и сортироваться мусор с пяти районов – Бобруйский, Осиповичский, Кировский, Глузский и Кличевский. Будовництво сметти перебросовщего завода началось в 2021 году. Узвели их побоч с полигоном промысловых отходов, открытым ящик в 1990-х годах. Новый завод будет перепрацовывать усё – органику, шкло, пластик, папиру и самое главное. У вынеку отримаются другасные ресурсы, зяких вырабляются сегодня шмат речу. Будет создано 149 дополнительных рабочих мест. И тем самым будет уменьшена нагрузка на экологическую обстановку. Это очень большое значение имеет для экологии, потому что на сегодняшний день эта проблема стоит остро во всём мире. То, что везде складируются отходы, а мы стараемся его перерабатывать. Проект «Каштуя» будет за 90 миллионов рублей. Работа веде «Будовничий трест» номер 12. Таких заводов, на самом деле, у нас, по большому счету, ещё не запущено нигде. И во всём интересно разбираться. И то, чтобы, как в нынешних реалиях, когда ввели санкции, у нас сложнее стало. Но, наоборот, ещё с большим энтузиазмом приходится искать способы то, что запроектировано, воплотить в реальность. Запуск сметки перепрасывающих завода плануется в селетнем вересне. Илона Иванова, Юра Уласцов, Новина Региона. Протягиваем рассказывать про черговые этапы одной из самых буйных стратегичных наступальных операций советских войсков «Багратион». Я ем этой был разгром немецко-фашистской группы «Армий Центр». Гэтыми липинскими днями советские войски с боями рухались наперед и заняли больше за 70 населенных пунктов на Белостоцком напрямку. Наши войски продолжали вести наступальные бои на Брестском напрямку. И заняли больше за 60 населенных пунктов. 23 липеня 1944 года советские войски вызвалили вязню фашистского концлагера «Майданок» на территории оккупованной Польши. Нагадаем, буйная стратегичная наступальная операция советских войсков «Багратион» продолжилась 68 суток. С 23 червеня по 29 жюня 1944 года. У ей удельничало 2 млн 400 тыс. солдат и офицеров. Темп наступления складал 25-30 км в сутки. У вынику белорусской стратегичной операции «Багратион» силы червоной армии пройшли на заход больше, чем на 600 км. У вынику операции были вызволены от фашистских захопников территория Беларуси, частка Прибалтики, у сходние районы Польши. Клятву на верность родимые профессии далі 53 супрацовники МНС. Гэта молодые огнеборцы подразделений у зусёй Могилёвской в области. Гэта новая супрацовники Министерства по надзвычайных ситуациях Могилёвской в области. У адным шерогу с хлопцами на посаду уступая Юля. Тяпер яна рады, ётэліфаніст бабруйського адзела по надзвычайных ситуациях. Мне очень важно и хочется быть частью такой большой семьи и быть полезной людям. Вот это, наверное, для меня самое главное при выборе. Клятву на верность родимые профессии дали 53 молодые огнеборцы зусёй Могилёвской в области. На пероде у кожного братца по своей посаде. Алеусеяны зарабили свой усвідомленный выбор – допомогать людям. С детства по телевизору то, что видел, как самоотверженные эти парни идут в бой. И тоже хотелось очень сильно попробовать. Вот попробовал и на их примере, считай, получается. И выбрал профессию. До сих пор горжусь тем. Мама гордится, папа гордится. Все родственники за меня гордятся, что я выбрал данную профессию. Что могу сказать? Что это люди не случайные. Потому что человек сделал осознанный свой выбор, став спасателем. И он сам для себя решил помогать людям. И он сегодня стал одним целым с остальной семьёй спасателем. Керавництво Министерства по надзвычайных ситуациях подчас присяги звернуло особливую увагу новобранцу на тое, что перед органами и подразделениями по надзвычайных ситуациях Республики Беларусь стоять серьезные задачи. Теперь отказность и этих людей – оперативное и якостное выполнение поставленных задач. Ганна Петрова-Куминская, Денис Жавина, Новины региона. Человеком справы признанный Сергей Четверикоу – директор приватного предприемства в Бабруйском районе. Человек справы – это что годовый республиканский конкурс проводится в Беларуси от 1996 года. И у него репутация «Оскара» для беларуского бизнеса. Сергей Четверикоу, який створил вёсцы меблевую вытворчасть, узнагородженный за самую оригинальную бизнес-идею, якую у васобил у житё. Сергей Четверикоу прошёл шлях от Вайскулца до директора приватного предприемства. Сегодня на его фабрице працует 76 человек. В 2007-м мы открылись, в 2009-м мы попали под декрет президента номер 9. Это декрет об льготах сельской местности. Пять лет мы не платили налог на прибыль, не платили налог на землю. Мы деньги использовали эти напрямую на расширение своего производства и построили первый корпусной цех. Всё начиналось с предпринимальника и некоторых рабочих. А теперь на предприемстве 24-х 1,7 дён на тыдень працуют новые высокодокладные станки китайской вытворчести. Увидел в интернете ролик, увидел оборудование, на котором здесь работают. Я его, в принципе, знал всё. Приехал, со мной пообщались, взяли на работу. Вот. Да, нравится, устраивает всё. Все плюсы, не знаю, минусы каких. Далеко от города, не очень далеко. Тут мне машину купил служебную, чтобы ездили. Ну, у меня была старенькая. Сейчас у меня за работу, за мою, наверное, купил машину. Сучасное обсталявание, забеспеченность сыровины, а значит, есть праца и заробок для людей. Что ж стало подмурком для бизнес-поспеху? Конечно, удалая идея, добрый коллектив, поддержка державы, разумение с мясцовой уладой и особистый энтузиазм керавника. А это наводь больше важно, чем гроши. Оно как-то подтягивается всё вместе с этим. Когда вкладываешь душу, болеешь за это дело. Хочешь, чтобы предприятие развивалось. Тогда ей деньги приходят. Однако в фабриках это не только вытворчие цехи. На территории, которая ранее не выкористовалась, теперь есть сажилка с рыбой и немфеями закладен и парк. И когда у меня спрашивают, вот что бы я хотел, построить новый цех или что-то, на данном моменте, после 50 лет, у мужчин может уже, возникает уже чуть другое желание. Вот у нас, я решил посадить 300 деревьев. Но голубых сосен там, ели и всё, чтобы... И поэтому у меня мечта увидеть, когда этот лес вырастет. Илона Иванова, Юра Уласцов, Новина региона. Урочистая церемония узнагороджения прошла в Могилевском областном лицее номер один. Головная героиня святошного мероприемства Алина Полонская. Яна пермогла в Международной навуковой физичной олимпиаде в Ханты-Мансийску и стала левшим удельником команды Беларуси. Во урочистой обстановке выник добрые працы отзначили подяками и узнагородами. Алина Полонская с детинства цикавится докладными навуками. Коли до 8 классу это была математика, то потом стала ясшей физика. Як выник уделы перемога на областных республиканских этапах олимпиад по вучебных предметах. Шарговым, вельми важным этапом стала Международная олимпиада по физице в Ханты-Мансийску. Рактоваться до ЯЕ Алини допомагал педагог лицея, заслуженный наставник Республики Беларусь Валеры Борошков. Даредший он первый и один педагогу республицы, якому присвоили звание «Народный наставник Беларуси». Когда человек, вот экстремальная ситуация такой, олимпиада это экстремальная ситуация, показания знаний своих, это как езда гонщика на автомобиле. Не задумываясь, нажимает на педали, поворачивает, соблюдая правила дорожного движения, приходит к результату первым. Так и ученик, сидящий за партой, ему дали тексты, задания какие-то. И он не думает. Он не думает, все делает. За него выполняют все функции мозга. У процессе подрихтовки надавали увагу як теоретичным, так и практичным задачам. Задания на Международной Олимпиаде тычилися реального життя. Там не просто какие-то рандомные физические формулы уравнения, там были именно теории, которые связаны с реальными моментами. Например, вот информация, каким образом мы записываем информацию на флешке, как она там хранится, как мы ее считываем и так далее. Развитие творческих способностей учащихся, это одна из самых приоритетных задач, которые мы решаем. Як поведомили у Могилевским областным лицею номер один, а маль 70% у новушенцев удельничают у самым першим лицейским этапе Республиканской Олимпиады по волшебных предметах. Некольки десятков лицеистов, что год становятся переможцами на областном этапе. Все лето на заключенном этапе Республиканской Олимпиады по волшебных предметах новушенцы першого лицея привезли грамоты и дипломы по восьми предметах. Карина Немцева, Виталь Вопщев, Новины региона. Картины по водле библейских сюжетов представляет новая выстава в Могилевском музее Белынинского Берули. Светки великой истории, это белорусский замежный живопись 17-19 стагоди с коллекцией Национального Мастацкого музея Республики Беларусь. Выстава святки великой истории в Могилевском музее Белынинского Берули одразу робит уражение. Полотны, яким принамся некольки сотен годов, выглядают просто чудовно. На выставке представлено 24 работы и только три из них – это иконы, которые написаны в соответствии с церковными канонами. Все остальные произведения – это в основном произведения неизвестных художников. Написанная в более такой свободной манере. На выставе есть работа Федора Бруни, вядомого русского живописца и тала швейцарского походжения первой половы 19-го стагоди. Однако на большинстве доведок побоч с картинами можно прочитать невядомый Мастак. Як ли агэта и пригожи картины с Арханёлом Михаилом? Гэта 18-ая стагоди. Верогодно, что звездки про Мастака просто сгубились про стагоди. Если мы говорим, например, про иконы, то есть иконы очень часто просто не подписывали. Потому что читалось, что когда иконописец создает работу, он вдохновлен Богом, его руководит им Бог. Поэтому, конечно же, было бы где-то даже нескромно подписывать работу. Хотя такие примеры в белорусском искусстве, конечно же, есть. Святки Великой истории мают светлые пригожие твары. Святый Пётр и тут же святый Антоний Падуанский. Маркотный Иосиф снимавля Христом и лелеей символом невинности. Великое полотно с Мареей Магдалены у заходней европейским стыле. А вот таемная вечера, як приклад наивного мастацтва докладно-славянского похуджения, где Христос и апостолы с круглыми румяными тварами. Выстава святки Великой истории будет працавать до 13-го Кострышника. Илона Иванова, Александр Тарасов, Новины региона. И про надворье. У ближайшие дни оно кардинально не поменяется. Его будет вызнашать теплая поветранная масса. Так, по области, переменная в облачность, переважно без опадка. У ночи уранец и слабый туман, ветер неустойливый. Ночу слабый, у день 3-8 метров за секунду. Температура поветра минимальная у ночи плюс 12, плюс 17. Максимально у день плюс 24, плюс 29 градусов. По Могилеве до плюс 28. Актуальные новины нашей в области на нашем сайте. У телеграм-канале Беларусь Шатер Могилев. Долучайтесь, а так само глядите нас у социальных сетках. А я с вами развитываюсь. Дякую за увагу и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова